Космонавты, Андрей Иванович Борисенко, летчик-космонавт, герой России, выпускник воен-меха. Иван Николаевич, тоже выпускник воен-меха. Александр Петрович Кудилайнин, выпускник воен-меха. Алла Александровна Вучкович, Роскосмос представляет. И ректор воен-меха, Иван Николаевич Иванов. Алла Александровна, Игорь Николаевич, вам сейчас расскажут ту новость, которая произошла сегодня, большое историческое событие между Роскосмосом и воен-мехом. Я думаю, что пока мы ждем остальных, мы как раз можем объявить об этом знаменательном историческом событии. Алла Александровна, Игорь Николаевич, прошу вас, надо начать. Так, уважаемые коллеги, мы сегодня отмечаем 85 лет со дня рождения воен-меха, но традиционно воен-мех все свои дни рождения отмечает творчески, интересно, и это не превращается в обычное выразднование, а сочетается с огромным количеством научно-технических конференций, встречи с нашими замечательными выпускниками и подписанием соглашений. Сегодня мы подписали соглашение с Аллой Александровной Игорь Николаевичем, это Роскосмос, управление персоналом. И гордимся этим, потому что мы были первым вузом Советского Союза, где впервые началась подготовка по ракетно-космической тематике, то есть по мере образования, и понимаем, что в современном мире космос играет все более и более важную роль. Поэтому это соглашение, приуроченное к юбилею воен-меха, позволит нам более тесно продолжить сотрудничество. Ну, также, пользуясь случаем, я очень рад, что сегодня собрались здесь все выдающиеся наши выпускники. Многие выпускники не смогли приехать, но послали нам тоже длительные поздравления. Александр Георгиевич Нарушкин, королевец Виждистоедов на государственном послу находится Владислав Минчиков, глава образовательных поздравлений. Поздравления многие приехали. Поэтому юбилей мы проводим в деловой атмосфере. Мы поздравляем всех наших выпускников, всех друзей, коллег по имени, которые оценивали замечательным днем. И благодарю всех, кто двигался на нашу должность, кто не приехал на августе. Хочу предоставить слово. Уважаемые коллеги, сегодня мы подписали с ВНМЕХом соглашение о сотрудничестве Государственной корпорации Роскосмос уже подписала. Конечно, у ВНМЕХа были соглашения с Федеральным космическим агентством. Поэтому в этом смысле мы и не начинаем, естественно, а продолжаем сотрудничество с ВНМЕХом. Хотел бы сказать, что эта неделя была непростая для Роскосмоса. Мы проводили, начиная с 15-го числа, Дни Роскосмоса в Санкт-Петербурге. Это мероприятие, которое мы проводим в различных городах Российской Федерации, особенно в тех городах, где имеется предприятие ракетно-космической отрасли. Это большое профориентационное мероприятие, которое проводится среди школьников, старших классов и студентов первых и вторых курсов, которые позволяют выбрать себе профессию для тех, кто еще не выбрал профессию, которые еще не определились, будут они работать в ракетно-космической отрасли или нет. И я думаю, что совсем не случайно мы приурочили эти дни к 85-летию одного из наших главных партнеров, ВНМЕХа, с которым мы сегодня подписали соглашение. Я хотела отметить, что ВНМЕХ готовит кадры не только для Санкт-Петербурга, что чаще всего бывает в сотрудничестве между университетом и предприятием, которое расположено в том или ином городе, в том или ином цюкекте Федерации. Успешно готовят кадры и для информационных спутников систем решетневой, и для РКЭнергия, и для наших заводов на Урале, это Мясский завод и Златоуст. И я думаю, что это свидетельство, это о качестве подготовки кадров. Но прежде всего, о качестве подготовки кадров, свидетельство – это всегда лицо вуза, его выпускники. И выпускники стоят рядом со мной, и я думаю, что это лучшее свидетельство, что один из лучших кадров Российской Федерации готовит в обмерку. С большим юбилеем Василия! Всего вам хорошего! Спасибо, Александр. У нас и для наших будущихся выпускников, я думаю, если бы каждому сказали несколько слов, Николай Сергеевич Макалёв является, кроме москнигов, выпускник президента Кривичинского совета. Начнётся? Ну, я бы продолжил, на самом деле, это же стало новым ценным, что это не начало какого-то нового взаимодействия, а это продолжение, причём продолжение того сотрудничества, которое идёт уже многие годы, ещё и Роскосмоса не было, там уже сотрудничество между космической отраслью и Минскими Германиями. Многие выпускники работают на предприятиях отрасли, не только на предприятиях отрасли. И было сказано, что сегодня приехало много выпускников, и кто-то смог приехать, кто-то не смог, но здесь действительно присутствует только часть наших выпускников, но сейчас по коридору пройти совершенно невозможно, потому что много друзей, много знакомых, много людей, с которыми общаешься уже по работе, за пределами того учебного процесса, который был. И я думаю, если бы они зашли сюда, здесь бы просто места не хватило. Поэтому действительно, ВМЕХ – это кузница кадров не только для даже космического отрасля или вообще промышленности, это, скорее всего, кузница кадров для страны, потому что наши выпускники работают на очень разных должностях, и тот фундамент, который они получили здесь, помогает им осваивать новые смежные отрасли, смежные специальности, и во всех их будет хорошим успехом. Спасибо. Спасибо, Саня Михайлович. Ну, я Худеланин Александр Петрович, выпускник 1979 года. Несмотря на то, что практически 40 лет прошло после окончания института, теперь университет, я никогда не отрывался от института университета, чем много помогал. Хочу подтвердить слова Сергея Константиновича, что готовят не только космонавтов, но и специалистов достаточно высокого уровня, потому что учеба в институте – это колоссальная школа, школа выживания. Ну, вот, для примера, из нашего потока, из нашей специальности за 5-15 лет, при поступивших 75, окончило тогда только 26. Все остальные ушли по разным причинам. Такой был, так сказать, жесткий отбор и умение находить в трудных ситуациях выходы. Поэтому хочу подтвердить, что действительно сегодня выпускники военмеха – это люди, которые сегодня управляют достаточно высокими отраслями в нашей стране, готовят специалистов совершенно разных специальностей. Ну, вот, мне довелось поработать даже руководителем региона, чем я очень горжусь, и мне не стыдно за эти 5 лет, и я всегда вспоминал свою родную школу, свой военмех. Я являюсь не только выпускником военмеха, но и сотрудником Роскосмоса. Мне вполне приятно, что они между моей альмаматрией и моим работодателем запрещено такое соглашение, которое, наверное, более четко описывает все наше сотрудничество, которое, в принципе, действительно давно-недавно уже состоялось. Военмех всегда славился прекрасными выпускниками, с отличной подготовкой. На нас, на выпускников, всегда был хороший спрос, и я надеюсь, что и дальше мы не будем подводить наш институт и будем радовать наших работодателям. Вот к нам подошел Борис Павлович Евченко, в декоративном собрании доктор-наук, профессор, который тоже активно был патриот военмеха. Задачи обороноспособности и национальной безопасности нашей страны всегда были в центре внимания нашего государства, потому что никакое государство, не решая эти задачи, не может быть самодостаточным, суверенным и уважаемой державой в мире. Я горжусь тем, что более 50 лет назад, закончив стены этого института, сумел пройти и поднять на крыло все баллистические ракеты военно-морского флота и плавать на всех кораблях подводных стратегического назначения, которые сейчас находятся на вооружении и были на вооружении. И это могло случиться только благодаря тому, что широта, глубина и мощь того образования, которое давалось и дается нашим университетам настоящим, были достаточными для этого. Именно поэтому оттуда появились замечательные ученые, академики, вот мы сейчас только видим, космонавты, выдающиеся общественные и политические деятельности. И я надеюсь, что это образование будет вперед. Я также горжусь тем, что после института ко мне пришел на службу Андрей Иванович Валисенков. И два года мы с ним вместе плечо к плечу шли. И вот какие кадры у нас растут. Я надеюсь, что ВУЗ у нас будет и дальше так же двигаться вперед. И нам никогда не будет стыдно за то, что мы есть. И главное, что лозунг, который появился со времен основания ВУЗа, он остается, был и в сердцах будет наших выпускников. Военмех лучше всех. Военмех это определенный заданный успех. Еще раз, военмех лучше всех. Спасибо. Мы очень гордимся, что среди наших выпускников есть почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик, уран Вадим Иванович. Нас два. Вот еще один почетный гражданин. Сергей Константинович, я уже представлял, что он представитель Павчинского совета, космонавт, совершивший самое большое количество полетов, шесть. Угоним с рекордсмен и почетный гражданин Санкт-Петербурга. Из военмеха два почетных гражданина Санкт-Петербурга. Я хочу сказать, что я пришел в 60-х годах, в 70-м году закончил военмех, пришел прямо с армией, тяжело было довольно, тяжелое время, и как помню, в шинели сюда пришел, меня приятно. Но учиться было тяжело, пришлось учиться и работать. И хочу сказать, что это, наверное, единственный вуз, который по-настоящему дорожил своими студентами. У меня не всегда все получалось. Какие-то вопросы после армии тяжелее приходилось решать, чем другим. Но мне очень помогают наши коллеги, студенты, причем не только студенты вечерники, когда учусь в вечернике, но и дневные. В такой обстановке дружбы, взаимопомощи редко встречаешь людей. Поэтому я горжусь не только своими званиями, которых у меня достаточно много, но я горжусь тем, что я выпускник военмеха. Сегодня говорили о главных словах, но когда отмечаешь какое-нибудь событие, всегда говорят, что успехи военмехи. Вот пожелаем успеха военмеха. Ну, мне очень приятно, что у нас много выдающихся выпускников, но цепочка выдающихся выпускников не прекращается. Мы до сих пор очень тесно сотрудничаем с отраслями и нашими молодыми кадрами, которые закончили вуз год назад, два года назад. Сегодня было огромное количество генеральных директоров, и они все находятся, они все готовы. То есть цепочку высокого качества наших выпускников мы продолжаем. Я бы хотел бы попросить два слова сказать, то есть таким молодым поколением, ванне-ванне, из отряда космонавтов. Военмех действительно является узницей отличных кадров, которые находят себя и в космической области, и в ВВК. Многие области, везде наши ребята, наши музыки, и приятно всегда их видеть. И на самом деле, я думаю, что соглашение между Воскосмосом и Ормехом, может быть, оно упростит по целому устройству будущих выпускников, в том числе и на предприятиях Роскосмоса. Они есть, они там работают. Но если их будет больше, я думаю, это будет хорошим знакомым. И действительно, это будет знаковое соглашение. И хотелось бы действительно поздравить всех выпускников, весь преподавательский состав с 85-летием института. Это действительно, это будет знаковое соглашение. Спасибо. Уважаемые журналисты, у вас есть возможность сейчас задать вопросы нашим почетным выпускникам, Ивану Вагнеру, который готовится прилететь в космос. Небольшой пресс-брифинг. У нас есть немного времени. Пожалуйста, задавайте вопросы. На все вопросы уже ответили. Тогда в рабочем порядке, если вы говорите. Спасибо. Спасибо.